Слава народу победителю! Онлайн-концертом завершился фестиваль штецов, алтарников и хоровых коллективов, посвященный покровительнице Уральской столицы, святой великомученице Екатерине. В прямом эфире концерт посмотрели воскресные школы из городов и сел Екатеринбургской митрополии. 6 декабря в рамках заключительного этапа 17-го детского фестиваля прошел концерт «Слава народу победителю». В мероприятии приняли участие музыкальные коллективы победителей конкурса хоров. В рамках онлайн-концерта прозвучали 8 видеовыступлений детских певческих коллективов из Екатеринбургской митрополии. Мы в этом году сделали концерт в онлайн-формате. Хоры готовились у себя на приходах, они записывали песнопения. И каждый будет смотреть этот концерт тоже у себя в воскресной школе в режиме зум-конференции. Хоры посмотрят в глаза друг к другу, помашут друг другу ручкой, поприветствуют друг друга. Потому что они за долгие годы уже все передружились, перезнакомились. И сам факт участия совместного и вот даже такого удаленного приветствия для детей очень важен. В рамках онлайн-мероприятия прозвучали военные песни о подвиге тех, кто положил жизнь свою за будущее нашей Родины. В завершении была исполнена песня о родном городе, написанная ко дню святой Екатерины, покровительнице Екатеринбурга и всего Уральского края. Мы обратились к поэту с просьбой написать песню. И нам показалось, что он просто здорово нашу мысль смог воплотить. Ему как-то очень точно удалось показать, что несмотря на внешние особенности уральского народа, на сдержанность, на серьезность, на какую-то, может быть, неулыбчивость, на самом деле внутри у каждого молодого человека горит свой огонек. В премьерном исполнении участвовали юные певцы из хоров воскресных школ храмов Екатеринбурга. Запись концерта можно посмотреть на сайте уралпросвет.ру и в группе отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии в социальной сети ВКонтакте. Детские церковные хоры становятся неотъемлемой частью приходской жизни. И год от года количество участников фестиваля увеличивается. Фестиваль чтецов, алтарников и хоровых коллективов проходит в 17-й раз. Проект осуществляется сектором церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. В этом году в фестивале приняли участие 14 хоровых коллективов и более 50 алтарников и чтецов со всей Екатеринбургской митрополии. Мы как одна музыкальная семья. Мы поем и когда нам грустно, и когда весело, и молимся вместе, и причащаемся. И вот все это через музыку, и через светскую, и, конечно, через богослужебную.